МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, товарищи! Мы получили уже больше тысячи писем, откликов на нашу первую передачу программы «Позиция». И письма продолжают поступать. Мы благодарим их авторов. Должен сказать, что многие из них просят посвятить одной из наших ближайших передач о проблеме интернационализма. И просьбы эти начали поступать еще до того, как мы объявили тему сегодняшней передачи. Итак, наша сегодняшняя передача посвящена вопросам интернационализма и межнациональных отношений у нас в стране. Мы берем только нравственный аспект этой очень большой, очень сложной и очень деликатной проблемы. И, безусловно, понимаем нам не исчерпать эту тему ни одной, ни даже несколькими передачами. Но, во всяком случае, мы сегодня условимся, что эта передача на эту очень нужную нам тему первая, но не последняя. Для того, чтобы начать наш разговор, я хочу передать просьбу одного из авторов писем, которые приходят на телевидение. «Расскажите, пожалуйста, когда вы почувствовали себя интернационалистом?» Был вот такой вопрос. Ну, я думаю, вопрос довольно сложный, когда, так сказать, каждый из нас понял, что он интернационализм. Но, может быть, сейчас каждый из нас очень коротко на него ответит. Я, если можно, начну, просто скажу, что, конечно, очень сложно сказать, когда ты это почувствовал. Сейчас я задумываюсь об этом, я просто вспоминаю испанскую шапочку. Помните эти, с двумя этими, которые мы носили в 36-м, 37-м, 38-м, 39-м годах, мальчишки тогда. Ну, тогда я, конечно, не понимал, что я интернационалист, это всё ясно. Но сейчас, вот, думая над этим вопросом, я почему-то вспомнил именно это, вот, какое-то овеществлённое визуальное ощущение интернационализма. Это чувство, святое, безусловно, чувство, воропнулось бы мне ещё раньше, чем у тебя, Генрих, потому что я постарше просто. Помнится, мы пели песенку, наверное, здесь все моложе уже меня, может быть, кто-то помнит. Вот мы пели такую песенку, когда мне, наверное, лет 7 было. Ах, какой у нас дедушка Ленин, у которого столько внучат. Я хочу умереть в сражении на валу мировых баррикад. Не меньше. Так что не только Макар Нагульнов мечтал о баррикадах мировой революции, но и мы, вот, маленькие дети. Мы пели это, и никто из нас, конечно, не предполагал, что пройдёт какой-нибудь десяток или полтора десятка лет, и мы пойдём дорогами войны сначала через свою страну, потом через другие страны, неся в сердце вот это вот самое большое громадное чувство, которое мы называем интернационализм. Вот куда это было. А если к этому ещё прибавить, что в моей миномётной роте, с которой я воевал под Сталинградом, это был подлинный интернационал. Русские, украинцы, белорусы, узбеки, азербайджанцы, армяне, грузины, казахи, до всех не перечислить. Это вот была рота. Вот он, интернационал, который шёл через войну. Вот куда это всё поделось. Спасибо. Теперь, товарищи, мы на секундочку прервём наши рассказы по очереди, просто потому что у нас через 20 минут уйдёт Алмата, спутник не вечен. Мы сейчас хотим предоставить слово Алмате, но прежде я хотел бы показать вам небольшой отрывок из кинофильма «Всего дороже». Речь идёт о том замечательном подвиге, который совершили наши казахские братья, когда в 44-м году перегоняли скот из Казахстана на Украину, где нечего было есть, освобождённую Украину. Этот скот был не только казахский, но и украинский, в своё время, значит, переведённый в начале войны с запада на восток. Вот этот кусочек я хотел бы показать и затем предоставить слово нашим друзьям из Алматы. Покажите, пожалуйста, на экране этот сюжет. Самая длинная трасса, около 4000 километров, тянулась из Казахстана. Рассказывает одна из участниц этой эпопеи Бибигуль Табатабулова. Ну, конечно, страшно. Вот я такой скот. Все печком, все женщины, мужчины нету. В моём гуртах только 17 лет один мальчик. Все женщины. О, трудности, сынок, у нас. Вот мы переправились, как первый раз река Орала, один коров заболел. Тогда я 7 дней на брюшко положила, эта корова. Телёнка была. Телили корову на дорогу. А то я чего делала, эта телёнка? У нас брезенты. Брезенты я сошью, тапочка. А эта телёнка. С недели походить, потом пойдёт с мамкой. Нога немножко, а то там камень, разные дороги, разные попадают. А потом беретелёнка. Нога не болеет. Кожить нечего. Днём пасём, нож охраняем. И сами имя же коровы спим. Негде спить. А под брюшко тоже холодно, замёрзнущи. Одевать нечего был. Холи был. Пасеком выкищи. 35 километров в день гоняешь. А вот если 35 километров мы не гоняем, тогда настанем назимовать туда. Где будем займывать? А до Волга 200 километров воды не было. Тогда день гоняло. Вода нет. Руками тянем с колодицей. Вода. Наплываем. А там стояла некоторые колодицы. А там сров нет. Ничего нет. Кручилки нет. Бироками руками тянем. Там ни одна корова. Четверо-стая золотая корова. Наплывать надо. А, руками тихало. А рука кровь прямо. Мозоль. А мозоль руками тихала. Наплывало так. Вот так и мы 1 октября носили, доехали до Волга. До Волга доехали и скот прямо хорошо. Наплывал бедный. Бедный пьёт вода. Сотка стояла около Волга. Переправляли с Волга скотина. Там несколько километров ехала. Потом нам мина попала. К 11 человек. 16 коров уже пропало. Тогда. Повелись. Казахстан не был, мы без скотин остались, говорят. Спасибо, Казахстан. Нам скотиня прожинала. Люди сказали. Народ ничего хорошего там. Украина. Я хочу попросить и Азербайджана Мадиевича, и Кутуза Кожемьяровича поделиться своими мыслями и по поводу вот этого отрывка, ну и, конечно, по поводу всех тех событий, которые произошли в Алма-Ате. И вообще ваши мысли, связанные с тем вопросом, который мы сегодня все обсуждаем. Пожалуйста, вам слово. Да, вот эти кадры, они очень волнующие. И я вот тоже как подросток вот того времени, так сказать, тогда я не знаю, вот даже вот мы, подростки, не знаем, что такое вот русский, казах, украинец. Все мы были как-то вот, были единой мыслью, единой, жили вот дыханием вот победой, так сказать, в этой войне. Но вот проходит время, выросло новое поколение, которое не знает войны. Вот, которое, так сказать, получило, получили большую информацию даже, так сказать, они имеют больше информации, чем мы тогда имели. Выросло новое поколение. И вот так мы знаем, что вот последние годы, вот, особенно в нашей республике были очень достойны явления. И особенно вот в области идеологии, что ли, вот, которые дали себе знать вот негативными явлениями вот в декабре месяце, значит, вот прошедшего года. Это, в общем, горький урок не только для нашей республики, это, в общем, является уроком для всех наших республик. Потому что воспитание нового поколения, вот, и вот это развитие демократии, гласности, которое сейчас происходит в нашей стране после 27-го съезда, конечно, оно дало новую волну, вот, так сказать, тех недостатков, тех замалчений, которые были в нашей жизни. И молодежи, мы должны раскрыть всю правду наших спектаклей, в наших, так сказать, наших новых произведениях. Вот даже вот в прошлом году я ставил в Театре Бахтангова пьесу Чингиза Айтматова «Дольше века длится день». И там вот действительно, вот, ну, вот я, казах, ставил пьесу, ну, так сказать, роман киргизского драматуры Чингиза Айтматова. Оформлял грузин Сумбаташвили, Йосиф, понимаете. И играл великий, замечательный русский актер Михаил Ульянов. Вот в этом какой-то, понимаете, мы даже не чувствуем вот то, что это единое, понимаете, потому что проблемы, поднятые в этом романе, в этом спектакле, они общечеловечны, понимаете. Мы даже не искали каких-то национальных черт, что ли, национальных каких-то экзотических вещей. Мы думали о той великой, так сказать, задачи человека на земле – бороться за справедливость, бороться за правду. Азербайджан Мадеевич, вы знаете что, вот, в общем, часто объясняют те события, которые произошли в Казахстане, ну, только, так сказать, вопросами коррупции, клановостью и так далее, и так далее. Но я думаю, что, наверное, всё-таки элементы национализма тоже были. Видимо, тут дело не только в том, что там получали полную информацию или не получали полную информацию, но, наверное, просто мы успокоились немножко по вопросу интернационализма. Может быть, мы все считаем, что, так сказать, это действительно мы с молоком матери впитали, и можно быть абсолютно спокойным. Теперь я прошу Кутуза Кужемьяровича поделиться своими мыслями. Может быть, вот последние десятилетия, где-то мы, знаете, где-то цивилизация даёт какой-то отпечатки, мне кажется. Мы достигли вот больших успехов во всех направлениях, независимо, малые народы и большие народы. В экономике, культуре, во всех отношениях. Чем больше растёт человеческое общество, видимо, появляется больше познавать истории достоинства каждой нашей нации. Ищет. Это очень хорошее явление, правильное явление. Но, видимо, где-то мы перебарщиваем, если грубо говоря, и увлекаемся. Вот здесь мы даём трещина. Я бы хотел этот вопрос не столько подчёркивать увлечение национальными чувствами, сколько правильное направление нашей идеологической работы. Чтобы увлечение, достоинство каждой нации мы должны иметь, но знать меру, иметь, ценить не только достоинство своего народа, но и других народов. Вот это самое главное. Потому что я, поскольку представитель национальный мир, я это лучше чувствую, чем кто-либо. Вот даже вы говорите о дружбе между армян, казах, узбеками, меня иногда даже шокирует. Мы говорим о республиках. Вот в Казахстане мы живём в Казаховом городе, в главной корице, немцы и другие. Мы очень мало потребляем дружбу в семью, в нашем доме, в Казахстане, как дружбу между народами. А больше вот увлекаемся республиками. Кто имеет республику? Конечно, это каждая республика старается себя выпячивать. Это не только Казахстан. Я считаю, во всех республиках такая болезнь у нас появилась. Патуш Кажеменович, спасибо вам большое. В ваших словах очень много справедливого. В Алма-Ате осталось минут семь или восемь через спутник. И я хотел бы, чтобы наши товарищи, которые здесь присутствуют, задали вам вопросы, воспользовались тем, что вы находитесь с нами. Пожалуйста. У кого есть вопросы к Алма-Ате? Мне кажется, чувство интернационализма лучше всего воспитывается знанием взаимопомощи народов Советского Союза друг к другу. Там знание того вклада в советскую культуру, который дает каждая национальная культура. Вот у вас в республике есть возможность у любого человека, особенно молодежи, познакомиться с тем, как помогли другие народы развитию Казахской республики. В прошлом и в настоящем. И экономически, и в области культуры. Я только хочу немножко сказать, что в последнее время все-таки у нас стали восемь. Очень мало обменных гастролей между союзными республиками. Мы не видим театров Армении, Грузии, Прибалтики. Даже в Средней Азии мы не обмениваемся. Зато, вот, и, значит, если приезжает какой-то зарубежный эстрадный певец, там, вот это вот. Вот поэтому мне думается, что вот в последнее время мы ослабли этот вот обмен взаимовлияния, взаимо, так сказать, обмен лучшими культурными ценностями между республиками. Немножко ослабили. Я даже могу добавить, Азербайджан Мадеевич, что взаимообмен, скажем, драматическими произведениями между республиками сейчас ослаб за последние вот 10-15 лет. Да, и музыка так. Это сложная штука. Но, как я понимаю, вопрос касался немножко другого. Вопрос касался о взаимосвязи, в том числе экономической. Потому что вот то, что вы говорили, Кутуз Кужемьярыч, ну, излишняя, что ли, переоценка своих собственных сил, это касается, естественно, не только Казахстана, а касается многих, да. Потому что мы взаимосвязаны, одни делают одно дело, но им помогают в другом деле. Наверное, нам надо знать больше об этом, так же, как, скажем, больше знать о буйгурах, и больше знать о казахах, и больше знать о каракалпаках, и о всех наших огромное же количество великолепных, малых и больших народов живет на территории нашей страны. Огромное вам спасибо обоим. Продолжаем наш разговор. Сергей Владимирович, как Вы думаете, почему на 70-м году нашей советской власти, когда, в общем, казалось бы, это вопрос интернационального воспитания, может быть, и снят, но произошли такие события, как в декабре в Алма-Ате, до этого в Якутии, сейчас газеты пестрят материалами о обществе память, спасение. Вот как Вы думаете, почему сейчас этот вопрос стоит очень устро? Я думаю, что мы в этом сами виноваты. Мы превратили идеи в лозунги, лозунги заштамповали, и они перестали работать. И это очень серьезно. Если на каждой крыше написано «Партия народ единый», то это перестает работать. Есть такая заповедь «Не помяни имени Господа Бога Твоего в суе». Очень хорошая заповедь. Если Вы какую-то идею много раз повторяете, она заштамповывается. И некоторые идеи заштамповались. Вот в том числе и такая идея, как интернациональная дружба, вообще интернационализм. В общем, даже редко сейчас молодые люди говорят о коммунизме. Просто редко говорят. А странно. Потому что, в общем, смысл-то всего нашего, всей нашей революции, всей нашей жизни, идея-то вся. Да, прийти к коммунизму. К тому, чтобы все люди были совершенно равны. Чтобы люди не отличались по судьбе своей. По судьбе. Так они, конечно, отличаться будут характером, талантом. Всем будут отличаться. Но такой судьбой человеческой не должны отличаться. Должны быть равны. Когда об этом даже и подзабыли. Именно потому, что заштамповали. Самое интересное, что народы друг от друга не отличаются. Отличаются правительства. Есть плохие, есть получше, есть разные. А люди, люди одинаковые. Везде есть мамы, везде есть папы. Везде есть дети. И в этом смысле люди одинаковые. Поэтому я совсем не понимаю, как можно какой-то народ любить или какой-то народ не любить. Это очень страшная вещь, если человек какой-то не любит какой-то народ. Это просто очень, очень дурно. Все равно, кого он там не любит. Русских или французов, или армян, или цыган, или... Все равно, нельзя отличать. Нельзя. Нам, кажется, самое время и самое место разобраться в этом очень важном вопросе. Чтобы мы не спутали чувство национальной гордости с национальной спесью. Если первое... Я, пожалуйста, Николай Николаевич, я не перебиваю вас, а просто для того, чтобы дать вам еще трамплин для вашего ответа. Значит, вот тут в одном из писем говорится вот о чем. Что мы часто говорим о том, что необходимо гордиться своей национальностью. Это правильно. Это, наверное, очень правильные слова. Но только всегда, как и во всем, наверное, должно быть чувство меры. Есть гордость, а есть гордыня. Есть гордость, а есть шовинизм, и так далее, и так далее. Где та грань, и вот... Умное письмо. Готов подписаться под ним и я. Но я убежден. Я... Вы помните, вы были на пленуме, Союза писателя, я об этом говорил, и я думал, что мне грех и повторить. Я убежден все-таки, Что самый короткий путь к сердцам других народов Лежит через сердце собственного народа. Вот то, что говорил Билинский. Если ты не любишь своего отечества, Как же ты полюбишь все человечество? Это немыслимо. Но вот это... Но. Самое главное нам надо уточнить, Чтобы понять, вот этой национальной спести не было. Она вредна. Она вредна. Мы знаем, многие, значит, Уже стали отцами, Дедами, матерями, Бабушками. Семья. Возьмите ее... Даже изолированная. Вот семья. Все связаны вроде бы Уж самыми близкими узами. Кровью. Отец, мать, дети. И тем не менее, Сколько требуется такта, Ума, Терпения, Чтобы сделать эту семью дружной. Настоящей. А сколько же надо такта, Ума, Терпения, Мудрости, Чтобы сделать из многонациональных народов, С разным вероисповедованием, С разными традициями, Сделать семью народов. Ведь это же никому никогда не удавалось. Удалось нашей революции. Но вот, знаете, Как всегда, Какой-то тревожный сигнал Нам напоминает, Упывать на то, Что это уже сделано, Ни в коем случае нельзя. Чувство дружбы, Оно сродни чувству любви. И оно столь же хрупкое И уязвимое. Тут надо очень, Очень быть осторожным. И ни в коем случае Не ущемлять Национальных интересов. Вот все эти вот стихи небесы В нашей стране, Когда бывает землетрясение, Там ураганы, сели. Это мы чувствуем, Как общая беда. Это естественно, У нас вырабатывалось В наших идеалах, чувствах, Так сказать. И вот это вот, Когда случилось вот это вот Событие в Алматы, И вот здесь вот говорит Из Алматы товарищи, И вот о чем думал. Это ведь не только Руководители, Или старшие товарищи Алматинские. Это наша общая беда. Общая. Я считаю, Я считаю, что мы Везде, Мы старшие, И да и руководители, Да и идеологи. Мы упустили что-то. Понимаете? Поэтому здесь Обвинять вина не только Казахстана. Это наша общая вина. Поэтому в дальнейшем, В дальнейшем это надо учесть. Вот наши поколения, Вот Боря, Мы одногодки. Вот мы не знали, Что такое там Интернационализм, Неинтернационализм. Где кто нас учил, Что ты будешь интернационален, Будь интернационализм. Нет, этого не было. Мы слышали только в книгах, Был интернационалист в Испании. Мы чувствовали только Героев интернационалистов. А в остальных мы... Вот я помню, Когда я учился, У нас до сих пор в селе, В моем родном селе, Ни одного русского человека. Да когда один русский человек С фронта пришел, Петро его назвали все. Да и мы ученики. Да мы их каждый из... Хотели... Каждый из домов Себе предоставить уголок, Комнату. Это кто их учил? Никто не учил. То есть идет это... То есть сама жизнь учила? Сама жизнь учила. Сама жизнь... Да и потом я хотел вот здесь один момент сказать. Интернационализм учить надо с детства. Из дома, с семьи. Понимаете? Вот так вот. Скажем, у меня дочка ходит в детсад. Там разные слова услышать, И потом мне передает, скажем. Вот русский мальчик меня бил, Он нехорош. Так я... Если я буду слушать И не дам правильный ответ И неправильное воспитание, Так у нее будет такое представление Всегда. На всю создать жизнь. Тебя как зовут? Сергей. Сергей. А скажи, пожалуйста, Ты знаешь, какой ты национальный? Так. Ты откуда приехала? Из Коканта. Как тебя зовут? Ваттлюба. А Коканта, Это в какой республике находится, Ты знаешь? А? В какой республике находится Коканта, Знаешь? Узбекская. А кто ты по национальности знаешь? Узбекская. Ты откуда приехала? В Туркмении. В Туркмении. И какой ты национальности? Русский. Русский. Ты давно живешь в Туркмении? Да, я там родился. А у тебя есть друг какой-нибудь там? Есть. Кто? Ну, Андрей. А друг Туркмена у тебя есть? Есть. Как его зовут? Тойли. Я разговариваю там, Кто по-русски не понимает Туркмена. На Туркменском языке я разговариваю. Украинец. А ты? Москвичка. Национальность москвичка? Ой, русская. А в какой ты стране? Я знаю? В Москве. А ты откуда приехала? В Москву. Да, с Узбекистана. А ты по национальности москвичка? Русская. А у тебя есть подруги? Вот в Узбекистане, другой национальности? Есть. Есть узбеки. Еще кто? Татары. Я из Билиси приехала. А ты вам скажи, кто ты по национальности? Грузинка. А у тебя есть подруги в Узбекистане, другой национальности? У меня есть армяне, еще там, сами русские тоже. А как твою подружку зовут? Нина. Нина? Она кто по национальности? Нина грузинка. А у меня еще есть Кристина, она армянка. А вот скажи, ты знаешь, вот, можешь назвать, вот страна, в которой ты живешь? Как называется? Грузия. А город Вилиси. Ну, Грузия, это все-таки республика, наверное, да? А вот как называется страна, в которой ты живешь? Страна советская Грузия. А как называется страна, в которой ты живешь? Ты, как же, Союз Советских Социалистических Республик. Молодец. А у тебя есть вот друзья? Есть. А твой любимый друг, как его зовут? Савчук Женька. Женька? А кто он по национальности знает? Интернациональным, это глобальная штука. Это не то, что мы повседневно говорим. Это далекое, далеко идущее, вечное в нашем многонациональном государстве. Я вот это вот хотел сказать. Спасибо. По-моему, вы затронули очень правильную тему, очень точную, связанную с тем, что национализм не имеет прописки. Национализм это общая беда. В какой бы республике он не был, в какой бы, с какой бы национальности он, так сказать, не захватил, или какие бы группы на основании этого дела не были бы созданы. Какие есть, так сказать... Пожалуйста, Борис Ильич, Олейник. В том смысле, что интернационализм надо воспитывать из семьи. Тут наши хозяева или гости, или мы хозяева, или гости, это не имеет значения. Участники одной передачи старшего поколения все время спрашивают, как случилось, что молодежь вот так пошла. Молодежь это следствие. Сейчас надо переучивать отцов. Мы пропустили два поколения, которые стали отцами. Эти отцы воспитались в тех явлениях, когда сегодня мы им говорили, что выдающийся деятель международного коммунистического движения, а завтра он вставал сразу ординарным волюнтаристом. Или человек, прямо причастный, допустим, к застойным явлениям, вчера еще считался чуть не главным стратегом Второй мировой войны. Откуда же у них будет тогда, так сказать, реальное представление о том, что деятся за окном, а не в аудитории, когда мы преподаем им эти фальшивые истины. Так что надо брать отцы и на себя. Ясно, что есть ситуации, не моделируемые отдельными лицами, а стечение обстоятельств, скажем, исторических. Но все же не надо все сваливать на молодежь. Нам как раз есть прекрасная молодежь, исполняющая свой интернациональный долг и за пределами нашего многонационального отечества, честно и чисто. А вот есть явление такого порядка, потому что скепсис из здорового после таких преподаваний истин превратился в цинизм. И это естественное явление. Значит, надо воспитывать уже отцов. Два поколения сказать им, что, да, как Батюшков говорил, пиши, как живешь и живи, как пишешь. То есть действуй соразмерно твоим словам дома, на кухне, которую ты сказал с высокой трибуны. Вот так же и в национальном воспитании. И я абсолютно стою, поддерживаю Омара Султановича в том смысле, между прочим, у нас состоялся пленум на Украине по интернационализму, союза писателей, где мы ставили вопросы остро нашего языка. И оптимальный вариант мы считаем тоже, вот, как и наши побратимы, что надо определить обязательное изучение родного, скажем, украинского языка и русского, как языка межнационального единения. И это снимет все болевые точки сразу. Это не даст козырь. У нас, между прочим, большая эмиграция на Украине. За бугром там есть прекрасная эмиграция трудовая, есть отъявленные националисты, у которых запятнены руки в крови. И это выбит козырь у них, потому что по части прав человека мы почти уже, так сказать, добрые ударили. А вот по этой части у них есть, они все время это муссируют. Вот, так сказать, что, мол, русификация, навязывание, да нет. Нет, я могу прочесть письма моих земляков, к сожалению, которые пишут, да в конце концов, они по блату своих устраивают русские школы, а нам нельзя дать. Зачем вообще этот украинский язык, который, так сказать, он, не действующий в некоторых сферах жизни. Это отцы пишут украинцы, полнейшие украинцы. Значит, надо их воспитывать. Что если ты не принадлежишь своему отечеству, как говорил Белинский, ты не принадлежишь человечеству. Но, как Салтыков-Чедрит говорил, что вот как раз патриотизм и интернационализм как проявление духа человека требуют ежедневного воспитания. Можно мне несколько слов по этому? Пожалуйста, Юрий Николаевич. Мне кажется, что вот когда идут все разговоры о культурах, о любви к народу, к нации, к стране, к отчизне, все иногда забывают, в какой стране мы живем. Ведь наша страна СССР. Ни Киргизия, ни Казахстан, ни Украина СССР. Исторически уже сложилось так. Мне доводилось много ездить по стране. Был я в Белоруссии. Деревня. В деревне школа на русском языке. Я удивился, спрашиваю, почему. Старики говорят, а мы так хотим, нам никто не навязывал. Я был на Украине, в Днепропетровской области. Мне жалуются студенты университета. Нас заставляют насильно учить украинский язык, хотя мы всю жизнь говорили на русском языке. И вот я подумал, если мы начнем заставлять людей учить какой-то насильно язык, насильно прививать какую-то культуру, то мы здесь как раз делаем обратный шаг. Не к интернационализму, а к национализму. Ведь страна огромная, многонациональная. Без конца идет миграция. Трудно сказать, кто, где, какой живет народ. Приезжайте в любой город. Все почти представлены национальности республики. И мне кажется, если мы меньше всего будем обращать внимание, кто какой национальности человек, и будем думать о том, что сближает, что общего у каждой нации есть, это популяризировать. Это и будет... Слова Ленина о том, что к национальному вопросу надо относиться равнодушно. В высоком смысле этого слова. Да, да, совершенно верно. Что касается выбора языка, на котором учатся дети, то есть закон 1938 года, о том, что право выбора языка, на котором учатся дети, принадлежит родителям, что, по-моему, справедливо. Конечно. Это будет частное мнение. Я все же не полностью, так сказать, разделяю радость от выбора языка родителям. И все-таки в любой цивилизованной стороне защита языковой среды – это всегда прерогатива государства. Так, мне кажется. Борис Ильич, вот с этим я хотел бы вам просто задать вопрос. Я понимаю, что вообще тут не может быть вот только так или только так, но всякое администрирование в области человеческого духа – это очень сложное явление. Очень сложное. И, ну, я могу себе представить, что, скажем, вот одна из республик решила, что все дело производства будет, скажем, на языке этой республики. Может быть такое. Вот это прерогатива государства, и это сделано для того, чтобы язык сохранять и чтобы, так сказать, стимулировать изучение этого национального языка. Но в этой республике, кроме лиц этой национальности, живет, может быть, 40% или 30% людей из разных городов Советского Союза. Мы же живем в Советском Союзе. Ученые. Ну, представьтесь, вот мы можем поприветствовать сейчас, значит, Вию Фрицевну Артмана, которая вот появилась на нашей связи из города Риги. Здравствуйте. Здравствуйте, Вия Фрицевна. Вы нас видите? Добрый день. Я вас вижу, да. Очень рада. Я тоже очень рада. Очень рада. Я прошу прощения. Поэтому я понимаю и вашу, так сказать, и вашу позицию. А с другой стороны, ну, представьте себе, декретирование, что все учат вот этот язык. Это, во-первых, приведет к оттоку населения. Я против выбора языка изучения в школе. Только в этом аспекте. А там, где сложилось, скажем, мы же не будем навязывать политехнический, киевский, перевести немедленно на украинский язык и так далее. Но театральный институт, институт культуры, педагогический институт – это гербовые духовные ценности каждой нации. Они должны все-таки преимущественно давать на родном языке. Эту паспортную, которому выходит в мир, показывая лицо, не общее выражение. А там, где сложилось, это прекрасно даже. Это упрощает. Вот и относительно русского языка, как инструмента межнационального общения, этого двух мнений не может быть. Это принимают даже наши идеологические противники. Вот я так слышал, все очень, конечно, разумно и серьезно, но это от ума. А в национальном вопросе еще существует чувство, которое не поддается уму. Это самый тонкий и самый сложный вопрос. Это правильно, что надо учить отцов. Но нам времени на это не отпущено. Надо учить одновременно и детей. Потому что ясно, если в семье дух национализма, то и ребенок вырастет. Надо и в школе учить детей. Но учить только правдой. Не стесняться говорить о главных вещах. А этого, как правило, стесняется. Понимаете, ну вот момент беды. Вы говорили, когда я интернационалистом стал. Я не знаю, стал ли, но действительно момент величайшей беды. Когда мы воевали с фашизмом. Вот Михаил Николаевич перечислял. Я могу перечислить наши батареи. Русские, белорусы, украинцы, евреи, грузины, менгрелы, татары, грек был, армяне, казах был. Вот наши батареи. Но дело не в том, можно нагнать разных наций. Важен дух. А дух был, понимаете, он основывался еще и на чувстве. Все воевали хорошо. Но ведь, если, например, воюет плохо еврей или армянин, или украинец, то станут говорить, они все такие. Каждый несет за собой еще то, что он отвечает за свою нацию. Это же забыть нельзя никогда. И когда человек испытывает гордость за свою нацию, в этом тоже ничего плохого нет. Только надо учитывать, что, ну, может быть, этим другая нация, в глазах другой нации оно иначе выглядит. Этот момент тоже надо учитывать. Я думаю, что каждая нация, и дети, и взрослые в нашей стране, должна знать, что сделала ей другая нация. Что сделали все нации. Тут не должно быть неясности. Тут должно говориться все откровенно. Наши статистические справочни очень выборочные. Там можно одни цифры прочесть, а другие не прочесть. А я думаю, должны быть все цифры. И все нации должны знать. Может быть, одна республика слишком много жертвует своего бюджета для других республик. Если так, то это должно быть известно и ее гражданам, и всем остальным гражданам. Ничего не должно оставаться. Кроме того, всегда в каждой нации есть люди больные. Больные национальным чувством, больные, может быть, даже за логической ненустью к другим нациям. Эти люди должны быть известны, о них должны говорить совершенно открыто, с фактами и с цифрами. Словом, это самый тонкий и самый болезненный вопрос. Легче всего оскорбить национальные чувства. И ложными словами о том, что мы многонациональная страна, у нас интернациональность в крови, это только приглушаем. И вот, наступило то время, когда нам откровенно надо говорить обо всем. И вот так воспитывать и детей, и взрослых. Вопрос очень сложен. Сложнее, чем мы можем себе представить. Модель человеческой психологии и модель национальной психологии целого народа где-то, в общем, похожи. Вот я вам, здесь сидят все, дам такой тест. Скажем, идете вы или я иду по улице, вдруг пожар. Пожар, и кричат, что в горящем доме ребенок. Если у меня хватит мужества, ловкости, силы, я брошусь его спасать. И у меня не возникнет мысли, какой национальности это ребенок. Вот я буду думать, если это негритенок какой-нибудь там, или узбек, я не полезу в огонь, понимаете. А вот если русский, тогда я полезу. Это смешно даже. Даже смешно предположить. Даже смешно предположить. В экстремальных условиях человек, обладающий мужеством, идет в огонь, не думая о том, какой национальности ребенка он будет спасать. Я прошу прощения, я вас перебью. Мы запомним эти слова, которые у меня сейчас. И затем вы продолжите. Мы сейчас включим Ригу. Значит, Вия, милая, мы хотим, значит, вам показать... Мы тут говорили о том, как используют вот эти национальные, национальный вопрос, в том числе вопрос русификации и т.д. и т.п. Как используют на Западе. Мы вам хотим показать, ну, всем нам, в том числе и вам, показать кусок из кинофильма. Он недавно показывался по телевидению. Кусочек из кинофильма, где рассказывается о том, как в прошлом году в Вене во время конференции международной была устроена антисоветская демонстрация с требованием, значит, чтобы Прибалтика была отделена от Советского Союза, получила свободу. Пожалуйста, включите этот сюжет, а затем мы продолжим разговор. В один из дней мы увидели демонстрацию прибалтийских эмигрантов. Покинувшие десятки лет тому назад Литву, Латвию и Эстонию, они давно уже стали американцами, канадцами, гражданами Швеции и ФРГ. Вдали от земли предков растут их дети и внуки. Но что привело их в Вену? Во всем этом виделся какой-то аллогизм. Плакаты твердят о свободе для республик Прибалтики, а над ними американские и канадские флаги. Он живет в Америке, да? Он борется за свободу Латвии. Меня интересует, он в Латвии был когда-нибудь? Да, он был в Латвии. Там люди не могли свободно говорить с ним. А еще что? Он хочет сказать, что советские нелегально оккупировали Латвию и Балтические штаты. И он хочет, что Латвия будет свободна и другие прибалтийские страны. Уведите из Латвии танки, и мы станем с вами друзьями. Там люди не могут свободно говорить. Там все следят друг за другом. Хотим свободную Латвию. Я Артур Менчонок, я с Бонна, и два года назад выехал из Латвии. Уехал из Латвии совсем, да? А как это получилось? Моя мать поженилась с одним немецким. Так, ну и сейчас о чем вы хлопочите? Да, мы хотим, чтобы Латвия была свободна. А сколько вам лет? 16. Ты домой-то хочешь вернуться? В Латвии. Ну, чтобы она была свободна. Там у тебя не было свободы. Ты не мог делать, что хотел, а что ты хотел делать, и тебе не давали. Понимаете, вы нас очень плохо понимаете. Так я хочу понять. Мы не хотим коммунистической власти. Вот, вот. Но ведь коммунистическую власть в Латвии латыши сделали, а не русские. Ну, как же нет? Была революция в 18-м году. Ну, что вы говорите? Ну, что это такое? Ну, что это такое? Ну, датышские стрелки всюду, так сказать, да. Ну, тогда в истории не учиться. А вы из Латвии когда уехали? В 1845-м году. В 1845-м? Свобода чего, скажите? Свобода от советских. Я очень жалею, что выехал из Советского Союза. Очень жалею. И многие тысячи людей, которые находятся здесь, они тоже жалеют. И тут же вернулись в обратную. Если Родина простит их... Мы хотим это снять. Почему вы нам не даете? Мы хотим показать вас. Мы не хотим, чтобы вы показали в Москве. Не хотят, чтобы это видели в Москве, чтобы об этом узнали в Риге, Таллине, Вильнюсе. Но почему? Найти здесь логику было так же трудно, как и в других поступках этих людей. Вия, мы просто хотим, если вы не возражаете, чтобы прокомментировали этот отрывок и приняли участие в нашем разговоре. Сударственник, пожалуйста. Ну, там один господин сказал, что свободная страна может выбрать путь свободный, какой она хочет. Мы выбрали такой путь. Если бы мы слушали тогда и послушались, что передавало западное новоорганизованное радио «Голос Америки» и прочее, после войны сразу не поступайте в высших учебных заведениях, не пользуйтесь своим талантом в благо советской власти. Мы скоро вернёмся, мы как нация и наша страна погибла бы. И мне кажется, что национальный вопрос возникает всегда там и всякий национализм, где очень сугубо низкий уровень человеческой культуры. Я считаю, что это совершенно нормально, что в Вене эти пожилые люди, которые копили злость все эти длинные долгие годы, у которых не исполнилось их желание, что мы здесь, в Латвии, как нация, погибнем под подавлением русицизма, как они говорят. Но у нас же выросла такая культура, которой гордится вся страна. Это же никто не сможет отрицать. Нашего латышского актёра до войны не знал никто, нигде. Он не был известен ни как театральный актёр, ни как киноактёр. Наши писатели недаром так мало переводились, как, например, наш великий Райнес. Я считаю, что Райнеса должны знать все нации мира. И благодаря тому, что Райнес переведён очень много его пьес и стихов на русском языке, сейчас его знают и читают в мире. Но тогда даже не знали, что это за культура латвийская. А страна наша очень-очень самоотверженно переполнена людьми, которые очень любят свою страну. И те люди, которые там собрались в Вене, они, я думаю, это делает от боли, что мы не погибли, а они там исчезают. И нет, не может быть настоящей национальной культуры вне своей страны, вне той земли, над которой ты работаешь, где ты живёшь, не может быть кистого ухоженного национального языка, если за этим языком не стоят поколения за поколением. Мальчик, который эмигрировал с матерью, он же и сейчас говорит с акцентом, а третий поколений вообще не говорит по-латышски. Так как же можно говорить о русицизме, когда мы так ухаживаем за своим прекрасным языком? Что касается этого вопроса прибалтийского и латвийского, я должна сказать, что в прошлом году я была на рейсе мира по Миссисипи, в Америке. Я участвовала в составе делегации Советского комитета защиты мира. И я там видела среди всего прекрасного, как нас там воспринимали, очень госприимный американский народ, как сильно и яро действовали мои братья-владыши. За 7 долларов в час постоять с лозунгом антисоветским и особенно демонстрировать это ко мне. Я думала, Боже мой, какая я важная личность, что они так тратят деньги на эти демонстрации. Конечно, это было пустяково, но очень больно. И я не думаю, что нас когда-нибудь смирить, может кто-нибудь смирить. Мы будем отдельные. Мы можем только общаться в деле. А по существу, по жизненным вопросам, политическим, мы совсем разделены. Я не вижу пути другого нам сблизиться, как только через дело. Спасибо, Вия. Может быть, кто-то хочет задать вопрос Вии Фрицевны Артмана. Пожалуйста. Как Вы думаете, может быть, современный человек должен уже переходить к какому-то такому глобалистическому культурному кругозору? Может быть, из-за того, что слишком сдвинутые рамки, так сказать, региональные рамки отдельных народов слишком были какими-то куцами контакты недостаточными? Может быть, это как-то сказалось в том, что люди друг друга не знают? Отсюда отсутствие интереса, доверия и другие вытекающие отсюда последствия. Да, я именно так и думаю. Я думаю, что рамки культурного обмена мы должны раздвинуть намного шире. Действительно, мы должны об этом заботиться, если мы думаем о нашем настоящем будущем. Вия, вот я думаю, что в какой-то степени, конечно, не очень большой, потому что то, о чем вы говорите, об обмене, прежде всего, в нашей стране, чтобы мы знали друг друга, прежде всего, хорошо, в какой-то степени может, наверное, помочь этому театру дружбы народов, который будет, вы как раз говорили о театре, театр дружбы народов, который будет создан в Москве. Но еще, вот мне кажется, была традиция, которая сейчас ушла, она, по-моему, одно время превратилась, конечно, может быть, и в формальный праздник, но декады искусств республик, которые бывали в Москве, делали одно время, во всяком случае, неплохое дело. Хенрики, я с вами вполне согласна, потому что это было прекрасно, гастроли национального театра, все равно, любой республики, это маловато, а вот это такая декада искусства, где есть и поэзия, и живопись, и все, и книги, и национальный костюм, это очень, очень привлекает людей, которые приезжают в Москву, и гостей, это же мировой центр, поэтому думаю, что мы, пользуясь нашим новым союзом театральных деятелей, мы сможем это все возобновить, я думаю, что это будет большая польза для всех нас. Часто жизнь приводит и к каким-то личностным отношениям к человеческим связям, иногда за человеком, с кем ты сталкиваешься в жизни, проникаешься к нему симпатии, расположения, потом вдруг для себя открываешь целые континенты замечательной культуры, вот так у меня было, например, я был очень дружен с Каракараевым, с азербайджанским композитором, конечно, для меня существовал Азербайджан географически и экономически, как нефтевая наша база и Каспийское море и прочие, и прочие, но такие, я бы сказал, букварные, что ли, хрестоматийные данные, но когда я был с Каракаревым уже связан дружескими отношениями, я за этим увидел огромные глубины этой великой культуры, древнейшей культуры, и языковой, и музыкальной, и фольклорной, да даже, я бы сказал, склад мышления, иногда парадоксальный, иногда вот эти вот метафоры восточного, такого, знойного, палящего, но очень всегда точного и ясного типа, через него я для себя где-то открыл, и чувства во мне побудились, и не только интереса, но участие в этом искусстве к истории этой земли, к ее фольклорным истоком, и Караев был человек высочайшего образования, высочайшей интеллигентности, человек действительно интернационалист в высочайшем понимании этого слова. Владимир продолжайте, простите, что я вас перебил, но ничего не сделаешь. Итак, мы установились на том, что в человеческой психологии, а видимой в психологии каждого народа, потому что они аналогичны, вот две точки, одну из них наметили. Идем мы по улице, пожар, гибнет ребенок, мужчина бросается его спасать, или женщина, как мы помним, в горячую избу войдет. Не думай о том, кто этот ребенок, какой национальности, чьей семьи вообще, так сказать, не думай совершенно ни о чем. Значит, где-то в нас, в глубине души, вот то, что мы называем интернационализмом, я бы сказал, может быть, бытовым интернационализмом, это у нас существует, это наше врожденное чувство помочь ближнему, когда ближний находится в беде. Теперь второй тест. Идем мы по улице, вы или я, или любой из сидящих здесь, и кричат, задавили, задавили, бросаемся, ну вот, задавили ребенка. Мы стоим ну, в огорчении, вообще, в потрясении, все, что угодно, так сказать. Ну, потом там постояли, и потом пошли по своим делам. В конце концов, жизнь продолжается. А если это ваш ребенок, а если это внук твой или внучка, у вас будет совершенно другое отношение к этому уличному происшествию. И с этим ничего нельзя сделать. С этим ничего нельзя сделать. поэтому чувство приверженности человека к своей национальности, к своей культуре, нация, государство, республика, ли, это не просто географическое понятие. Это и традиция, это и культура. как раз по горячим следам можно вспомнить строку, известную вам. Это чтобы без России и Латвии жить единым человечьим общежитием. Ну, было такое время, хлестко был брошен такой лозунг, хлестко был брошен такой лозунг, а потом, это так для рифма у него получилось без России и Латвии, а могло быть без России и Грузии, мог он сказать, мог сказать без России и без Украины, без России и без Бекистана, и так далее, и так далее. И тогда грузин, узбек, латыш, задумайтесь, как это так без моей родной национальности, без моей родной культуры, как это так? А я не хочу без своей родной культуры. Вот сейчас мы грузин, скоро Грузию включим по спутнику. Для грузина элементом отечества является, скажем, Шотаруставели. Без Шотаруставели грузин себя как грузина не сознает и своего отечества грузинского тоже не сознает. Для грузина Джвари, знаменитый и замечательный памятник архитектуры шестого века, стоящий там на горе над слиянием Куры и Арагви, это факт их отечества. И они без него не хотят существовать, как грузины. Они его любят. Это культурное наследие. Хотя я только два примера привел, если говорить о грузинах, Братархвили, понимая, там поэты, Гурмашвили, и все, и все их песни, великолепнейшие, ни с чем несравнимые грузинское хоровое и мужское пение, это все признаки национального. Признаки национального. И вот когда они начинают болеть, когда их начинают ущемлять, когда меня начинают внушать, чтобы без России и Латвии жить в едином человечном общежитии. Я не хочу. И я, значит, вдруг задумался так, сквозь дымку, а почему на протяжении веков меняется история, историческая обстановка, почему на протяжении веков узбеки продолжают оставаться узбеками, а грузины грузинами, а немцы немцами, а русские русскими. В чем тут дело? Не в генах, потому что Даль, автор нашего замечательного словаря русского языка, датчанин в первом поколении. Датчанин, но обрусевший. Брюлов и был последний день Помпеи для русской кисти первым днем, немец. Самому Пушкину, по-моему, в Одессе Абебе стоит до сих пор памятник великому бессинскому поэту. Значит, дело не в генах. А с другой стороны, мы знаем, действительно, я встречался на Западе с эмигрантами, с русскими, они в третьем, в поколении, в четвертом, теряют все признаки русской национальности. Они не знают языка уже, они, так сказать, они французы. Да в Соединенных Штатах огромное количество национальностей, французы, они американцы. Значит, дело не в генах. Но что-то все-таки, вот, народ держит в ранге народа? В ранге народа. Что это? Я думаю, во-первых, среда обитания. Я думаю, во-вторых, традиции национальные, фольклор, песня, танец, конечно, язык. Конечно, язык. Литература, все виды искусств, это те центростремительные силы, в отличие от центробежных, которые народу не дают распылиться и превратиться просто в население республики или в население страны. Давайте мы решим вопрос. Настал ли пора, чтобы без России и Латвии жить единым человеческим общежитим? Или все-таки мы будем букетом наций, букетом народов, чтобы на праздник, так сказать, на наш интернациональный праздник каждый народ пришел в своей одежде, со своим языком, и тогда это действительно будет яркий букет. Я рад, что в нашей беседе Владимир Соловхин сказал, что патриотизм это чувство не генетическое, ибо тема недоверия к народцам занимает немалое место в некоторых нынешних дискуссиях и диспутах. Теория эта старая, я бы сказал, пещерная, ею пользуются и шовинисты, и националисты, и сионисты, и антисемиты, не доверяя людям другой национальности, не доверяя человеку, если у него дедушка был и народных кровей. Теория эта означает, что в случае нужды можно подозревать Гоголя в тайной нелюбви к России и вскрываемой любви к Польше, ибо он, как известно, из Яновских, Пушкина в преступной любви к Эфиопии, Лермонтова к Шотландии, декабриста Кюхельбеккера к Германии. Можно даже отказать Григорию Мелихову, герою великого романа Шолохова, в праве на патриотизм, потому что в нем, как известно, была часть турецкой крови. Кстати, о Турции. В журнале, в ежегодном журнале «Прометей», 14-й номер, литератор Шахмагонов написал статью о молодом, храбром, талантливом генерале кутузовских времен Александре Кутайсове. Отец Александра Кутайсова был турок, взятый в плен мальчишкой во время русско-турецкой войны при Екатерине и затем ставшей придворным парикмахером. А мать была дочерью богатого русского купца с корнями в городе Осташков. Он торговал гастрономическими товарами в Петербурге. Так вот, автор пишет, как видим, Александру Кутайсову, талантливому генералу, дала жизнь русская женщина, происходившая из чисто русской семьи, корни которой уходят в исконно российские земли в город Осташков, туда, где берет начало великая наша река Волга. Именно из этой семьи вынес Александр все лучшее, что в нем было. Безусловно, не от отца титулованного турка-бродобрея он мог получить широту русской души, безудержную храбрость, замечательный военный талант. Ну, почему, скажите вы мне, дочь торговца гастрономическими изделиями может дать своему сыну безудержную храбрость и замечательный военный талант, а отец турок, взятый в плен мальчишкой во время русско-турецкой войны, не может. Ну, не смешно ли? У нас появился Григорий Давыдович Лорд Кипанидзе, народный артист СССР, председатель Союза театральных деятелей Грузии. Вы нас слышите, Григорий Давыдович? Да, здравствуйте. Здравствуйте. Мы очень рады вас видеть, во-первых, и будем рады, если вы примете участие в нашей беседе, и может быть, вы как раз и... Я помню, я слушал ваше совершенно великолепное выступление в Центральном Доме работников искусств по поводу Нодара Думбадзе. Я думаю, что Нодар вообще носил в себе это поразительное чувство любви к другим народам, к другим людям. Мы родились и воспитывались в одном районе, в Верийском квартале знаменитом, где мы жили вместе с русскими, армянами, курдами, с азербайджанцами, и знали настоящую цену дружбы, любви и взаимодушке. Вы знаете, вот интернационалист для меня это не абстрактное понятие, это не просто какие-то громкие слова. Вот я помню, на меня огромное впечатление произвело одно письмо, которое я читал. Это письмо великого советского поэта Бориса Пастернака, который он писал в 1937 году. Я подчеркиваю, что добыло в 1937 году нашему известному критику Бессариону Жгензи. Цело в том, что в это время был репрессирован замечательный грузинский поэт Тициан Табидзи, один из лучших грузинских поэтов. И Борис Пастернак очень дружил с Тицианом Табидзи и дружил с семьей Тициана Табидзи. И вот Борис Пастернак писал Бессариону Жгензи о том, что ему в издательстве «Заря Востока» полагается там гонорар там семь тысяч рублей за переводы стихов Бараташвили. Кстати, гениальных переводов стихов Бараташвили. И что он просит как-нибудь эти деньги передать жене Нине Табидзи жене Тициана Табидзи но сделать это так чтобы она не узнала что это деньги от Бориса Пастернака а что будто бы это остались старые гонорары самого Тициана что она человек самолюбивый очень она эти деньги не возьмет он писал и поэтому Бессой я тебя прошу как-нибудь сделай так чтобы Нина об этом не узнала и получила бы так эти деньги. Вот это для меня есть интернационализм. это есть великая дружба кстати говоря это случай меня волнует не только потому что это было связано с деньгами а потому что это тогда было опасно такие письма писать кроме этого для меня интернационализм это самое великое чувство величайшее чувство на которое способен вообще человек и несмотря на то что я убежден что это основное качество человеческое и особенно важное для нас для государства действительно многонациональное государство и я убежден что это возможно только при высоком развитии именно национальной культуры спасибо вы у нас еще на связи участвуйте в нашей беседе пока спутник это позволит а мы благодарим вас за участие а Григорий Аксюх что хотел сказать Владимир Владимирович говорил очень интересно и умно но была некоторая неточность в тестах значит когда горит дом и там ребенок мы кидаем спасать но и ты пропустил одну вещь если мой ребенок что если если мой ребенок потому что когда задавила машина ты сказал задавила машина ребенка мы огорчены но если это мой ребенок ты не понял нет я понял но если это мой ребенок мне это больней верно а когда горел дом ты сказал что каждый нормальный человек если он мужчина и смелый он кинется спасать не думая какой национальности ну а просто это было вам сказать по-другому не думая то мой или не мой естественно нет неестественно тут две разных вещи-то соединил несоединимые вот я читал как в детском доме то есть не в детском пионерлагере переплывали реку и тонуть стали и у воспитателя был его ребенок там но он спасал тех которые были рядом это был подвиг то есть в обоих случаях должно было присутствовать мой или не мой потому что тогда было бы как говорят ученые корректно и второй вопрос очень правильно о среде что вот узбеки узбеки еще и потому что там среда и язык и все но среда существует и для мысли и для слова и время обязательно существует для высказанной мысли и для высказанного слова мысль высказанная в первые годы после революции чтобы в мире без России и Латвии жить единым человеческим общежитиям она совершенно не снесла такого смысла который сейчас ей придает она никак не отрицала национальности она утверждала только интернационализм сейчас она звучит по-другому я не думаю что правильно нажимать на тот смысл который возник теперь тогда не было этого смысла я это говорю потому что на нашем пленуме не так давно привели стихи покойного поэта чтобы упрекнуть его в отсутствие любви к родине стихи давние 20-х или начало 30-х годов а когда началась война этот поэт пошел защищать родину и погиб и один из первых среди писателей был награжден орденом боевого красного знамя вот я говорю к тому что афористичные и вообще афористичные мысли и вообще мысли не надо отрывать от их контекста а то они получают неправильное звучание я думаю что тут Григорий Яковлевич абсолютно прав тем более что даже в то время когда Владимир Владимирович писал эти стихи даже тогда он конечно не имел ввиду так сказать уничтожение языка национальности никого он имел ввиду социалистическое общежитие откуда видно из всего его творчества и всей его позиции Владимир Владимирович и я хотел а то что в 30-е годы в Москве около 300 старинных памятников и архитектуры было взорвано это не результат этой формулы вот тут я хотел бы и сейчас одну секундочку я бы хотел сейчас показать Владимир Алексеевич учитывая что у нас мы много говорим об истории и много говорим в том числе об уничтожении памятников иногда приводим действительно факты которые чрезвычайно вызывают сожаления и трагические размышления все что угодно но довольно часто мы забываем о всей полноте картины получается так что после 17-го года в нашей стране мы только уничтожали памятники уничтожали культуру уничтожали духовные ценности мне кажется это мягко говоря не очень точно сейчас я хочу вам показать отрывок из кинофильмов всего дороже а затем мы предоставим слово Юрию Николаевичу Жукову научному сотруднику института истории академии 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 плюнку берега если вы с нами то глядите на эту пленку тоже в 1941 году конем клотто исполнилось сто лет и в том же году их хоронили хоронили для того чтобы сберечь вот здесь по Невскому проспекту увозили на тягачах и длинной вереницей шли люди провожали и вот они возвращаются в кони во бронзе петроклот сейчас вспыхнет загорится своим чудным блеском адмиралтейская игла откроется взору бессмертный монумент вернется к своим фонтанам могучий самсон в самые страшные дни блокады не покидал Эрмитаж его директор академик Арбель теперь у него одна забота спасенные сокровища должны предстать перед людьми во всем великолепии атланты держат небо на каменных руках у них тоже блокадные рубцы и раны величайшим творением был нанесен кажется невосполнимый урон но можно ли повторить неповторимый и правомерно ли это я считаю что международная установка не так уж сильно идет на оборону способность и благоустройство народа я считаю я считаю не сельсобрант такие гармонт и сельсрак я считаю что нам не годится смотреть на картинки в энциклопедиях а мы хотим увидеть подлинники а раз мы хотим подлинники увидеть надо это восстановить все в первозданном виде а мне кажется надо на картинократцами преклонить икону что они наверное у меня всех нас которые ставят это искусство самые первые и сами умирали и спасали это искусство а вы приехали смотрим мы еще восстановили мы же не против чисто больно уже больно копеечный душик что там война что там война даже по-моему никто не пошел пушки смотреть все пришли сюда смотреть я хотел бы еще вернуться к вопросу о том об уничтожении памятников вот было сказано сколько памятников наверное не только уничтожались и я бы хотел попросить Юрия Николаевича Жукова рассказать об этом но я думаю что начать нужно с иного со среды обитания уже прозвучали фразы и они в общем-то бытуют что вот я как вот этот народ сегодня здесь живет вот насквозь до каменного века это все его культура его только его ничей другой народ не имеет отношения вот мы только что видели Петергов мы же не задумываемся архитектор какой национальности построил где возник этот стиль какое отношение имеет к тому что бытовало до того это органическая часть нашей культуры то же самое скажем Средней Азии ведь многие памятники мирового значения в Самарканде в Бухаре возникли там до того как в этом районе появились и узбеки и киргизы и казахи там жили другие племена другие народы и эти народы пришли и восприняли как свою чужую культуру и не говорили ах это не мое нужно уничтожать но революция у нас дала несколько иное отношение к памятникам спасать памятники начали буквально с первых же дней ну не нужно никому я думаю здесь объяснять что такое условия гражданской войны 18-19-20-й год разруха все силы на то чтобы разбить интервентов разбить белогвардейцев и именно в это время реставрируется Кремль реставрируется Кирилло-Белозерский монастырь в 20-м году Псков объявляется городом-музеем впервые в нашей стране за всю ее историю превращаются в музеи сохраняясь в неприкосновенности помещичьи усадьбы монастыри церкви и при этом относились к этому не как проявлению вот русской культуры грузинской или узбекской главные затраты в те годы шли на сохранение именно памятников Самарканда казалось бы ну что дело русским ученым до Самарканда они понимали что гибнут мечети мавзолеи минареты они были в ужасном положении к моменту установления там советской власти и поэтому главные деньги бросались туда в апреле 22-го года в Москве состоялся состоялось совещание наркомов по просвещению тогда еще СССР не было оно появится через более чем через полгода контакты шли на таком уровне примерно как на уровне СЭО и вот обсуждали нужно сохранять памятники и взяли из основ что памятники мирового значения не грузинские не белорусские или украинские или русские памятники мирового значения те без которых мировая цивилизация немыслима так думали большевики Юрий Николаевич простите это правда что Синод запрещал ремонтировать Василия Блаженного в общем вы практически правы потому что Синод несмотря на все требования тогдашней прогрессивной общественности практически ничего не делал для спасения своих же памятников в последние годы очень любят козырять скажем случаем с тем что называют храм Христа Спасителя то бишь Спасский собор в общем-то более правильно но и все забыли о том чтобы его построить Синод пошел на то чтобы уничтожить монастырь 16 века храм Христа Спасителя построен в так называемом русско-византийском стиле стиле который до сих пор наши отечественные искусствоведы отказываются признавать как достижение обычно его ругают начиная со школьной скамьи в любом художественном вузе от архитектурного до любого художественного и во всех монографиях вы прочтите что это плохо они не признают его естественно нельзя сказать что всегда эта работа шла очень гладко были у нас естественно недостатки и в общем справедливо мы иногда вспоминаем отдельные моменты когда у нас сносили старые здания но здесь я категорически против употребления памятника все-таки уж вы очень нежные слова употребили недостатки ведь храм-то Христа Спасителя взорвали не для того чтобы извлечь из-под него монастырь 16-го чтобы построить дворец Совета вот так вот не надо было второй раз совершать эту трагедическую почему Питер устоял потому что город архитектура космополитичная она европейская архитектура там нечего было уничтожать Москву уничтожали русский дух и храм Христа Спасителя построен на народные деньги это был храм объединение России в войне 12-го года где и калмыкии участвовали всех народов России и говорить о том что там снесли храм 16-го века монастырь и построили какой-то ученый искусствоведов они признают за это не ученые искусствоведы это во-первых вечный огонь войны 12-го года и поэтому защищать я считаю что совершенно напрасно это можно было говорить когда-то сразу после войны или до войны но русский дух уничтожался и мешал храм Христа Спасителя понимаете не было планомерной никогда уничтожения русской культуры не было этого во-первых поймите сегодня мы свои взгляды свои понимания перекладываем на ту эпоху конечно идеализировать все это время никак нельзя потому что понимаете уничтожение памятника монастыря 16-го века это варварство безусловно но даже уничтожение даже не очень высокого скажем класса произведения искусства каким там ученые считают храм Христа Спасителя может быть была большая ошибка конечно давайте так будем и вред конечно принесло учебу как и мой сосед позволю себе такой тест представьте себе что ваша семья живет в доме на протяжении многих поколений в одном доме не меняя его и каждое поколение приобретает какие-то вещи книги мебель и ответите на вопрос через сколько поколений вещи вытеснет человека из этого дома мы живем на ограниченном пространстве еще Петрарко ругал архитекторов за то что они сносят старые постройки дабы возвести свои и действительно если мы не тронем ни одного здания на территории города на протяжении столетий сегодня мы жили бы в одном сплошном городе не осталось бы земли ни для чего ибо каждое поколение строило бы рядом отсюда и понимание памятника которое родилось не с нами оно родилось еще в эпоху возрождения и одним из первых кто занимался охраной памятников был великий Рафаэль в Риме это же было очень давно когда Ленин Владимир Ильич выделил золотые рубли большую сумму для приобретения архива Пушкина это был 21-22 год это был голод по Волжье голод на Украине какая сумма была выделена 15 тысяч золотых рублей было отпущено для того чтобы купить в Париже вернее заплатить коллекционеру взнос очередной живущему в Париже Онегину Отто чтобы впоследствии пушкинские рукописи вернулись к нам в страну то что дано было на покупку рукописи Ленин Ленин это прекрасно но уж хватало в Москве места для дворца советов не нужно было взорвать храм Христа Спасителя и то что церковь уничтожали это было не только расчистка места все мы это знаем должны говорить об этом совершенно откровенно но еще раз позволю себе все-таки соглашаясь в принципе с вами стоять на своем не нужно сегодня делать людей живших тогда такими же умными стоит церковь но ведь церковь тогда воспринималась этими людьми как очаг мракобесия только лишь как пункт религиозный религиозный центр туда приходили фанатичные здоровья они так на это смотрели это потом еще как очаг контрреволюции это само собой нельзя говорить об общей тенденции если бы была такая общая тенденция на каком языке к какой культуре мы сегодня себя бы относили если мы с одной стороны утверждаем все уничтожалось простите а куда девать тогда то что хранится в наших музеях сами музеи останкино тут рядом усадьба шереметьевых русских строили русские крепостные мастера русская национальная культура почему же не уничтожили останкино архангельское кусково мураново тут я хочу сказать несколько слов заявление так сказать достойно размышлений наш оператор который снимал снимал потом решил принять участие в дискуссии бросил эмоциональное обвинение по поводу того что кто-то злонамеренно и планомерно уничтожал русскую культуру русский дух этим злоумышленникам мешал храм в Москве а Ленинград остался целым потому что он его архитектура не русская она космополитична аргумент рассчитан на мой взгляд на эмоциональный шок на когда логика и факты не действуют а семя подозрений посеянное таким образом несведущую душу может дать ростки страха и ненависти думаю что наш оператор в искренности которого у меня нет оснований сомневаться является как раз жертвой этого эмоционального шока который надо сказать усиленно распространяется руководителями некоторых ну как они себя называют охранных обществ тут прозвучал аргумент что для дворца советов для его строительства хватило бы места в Москве и это правильно но ведь и для храма Христа Спасителя который был снесен для того чтобы строить дворец советов тоже хватило бы места и для для его строительства вовсе не обязательно было сносить по приказу царя и синода монастырь 16 века и с помощью солдат выбрасывать оттуда монахинь и игуменю и хватило бы места для строительства в прошлом веке бульварного кольца в Москве и не надо было для этого видимо сносить знаменитый белый город ценнейший памятник городостроительства 16 века а в Кремле в начале прошлого века были снесены Сретенский собор гербовая башня троицкое подворье с церковью богоявления а церковь Николая Гастунского памятник 16 века была разрушена только потому что на ее месте нужно было устроить плац для обучения солдат в Кремле в результате Екатерининской регулярной так называемой застройки в конце 18 века пострадали древнерусские города погибли многие памятники северного зодчества массовым порядком сносились ценнейшие памятники в Коломне Дмитрове Полтаве Бронницах я говорю это не для того чтобы обвинить сенот или царское правительство в заговоре против русской культуры и не для защиты ретивых и равнодушных чинуш нашего времени я просто хочу сказать что попытка объявить царский режим ревнителем святого отношения к памятникам старины а послеоктябрьский период временем сатанинского и заговорческого уничтожения нашей культуры это попытка которая рассчитана на историческое неведение имеет совершенно определенную сверхзадачу и чревата тяжкими последствиями не надо создавать впечатление что с 17 года мы только теми занимались что разрушали культуру если бы бывали последнее время в нашем городе вы бы наверняка были бы эстетическое получили бы удовольствие от того как восстанавливаются старые районы нашего города как возникли прекрасные кварталы целые замечательного нашего городостроительства так что критика критикой но все-таки делаются большие хорошие настоящие дела и это надо поддерживать и это надо ценить мы говорим здесь о памятниках о уничтожениях памятников культуры о истоке истоке мне кажется в недостатке воспитания о том что люди тысячу лет не уничтожали воспитанными были а потом все уничтожили сейчас возникает чиновники которые тоже не глядя могут подписать своей рукой что-то на уничтожение какого-то памятника правильно но откуда они такие чиновники берутся потому что в школе дают объем знаний но не дают воспитание там нужно вводить какие-то конкретные меры воспитания этику эстетику то есть в школе прививать неформально как у нас пение рисование преподают он выходит он ничего не может после 10 класса а конкретно культуру культуру вводить в школу понимаете вот оттуда надо брать вы знаете мы слишком плохо знаем историю и вот тут очень важно чтобы историю мы знали хорошо знали и наши ошибки но и наши славные страницы тоже сейчас к сожалению есть мы тут обходим этот вопрос а существуют в общем группы руководители которых конечно же пытаются использовать именно незнание истории для спекуляции для создания для так сказать специального муссирования этого вопроса для создания чуть ли не теории заговора так сказать это очень напоминает уже использованные методы в других странах скажем я встречал в Соединенных Штатах руководителей такого общества они назывались минитмены тоже за спасение Соединенных Штатов от большевизма значит у них агенты КГБ были значит в Белом доме в ООН Никсон был агентом КГБ ну и так далее руководители вот этих групп называют агентами ЦРУ там многих там удивительно схожа фразеология это я думаю что есть очень здоровое и прекрасное течение связанное с необходимостью восстановления культуры культурных ценностей в том числе порушенных знания своих корней знания своей истории славной истории но спекуляция это дело направленное как мне кажется просто для создания ну если хотите в общем политической оппозиции так мне кажется объявился в Англии в Уэлсе века три назад некий человек которого звали Мэтьюс и который славился тем что мог абсолютно точно определить кто из окружающих его людей человек достойный а кто связан с нечистой силой и делал это он очень просто всматривался в соседей наметанным глазом и объявлял вот этот бедолагу тут же бросали в реку и если он кулем шел ко дну значит правоверно если же выплывал выкарабкивался на берег тут уж всем становилось ясно он нечистый и тогда дружки Мэтьюса хватали его и бросали в костер не знаю долго ли коротко ли бдительный Мэтьюс наводил на всех страх и таким вот образом охранял чистоту веры одновременно пользовался со своими друзьями немалой властью но однажды кому-то пришла в голову прекрасная идея не пора ли проверить самого Мэтьюса на так сказать чистоту помыслов и бросили его в реку и представьте себе не пошел Мэтьюс ко дну как лошадиная подкова а вынырнул и поплыл по собачьей к берегу ну тут его голубчика и ждал костер и вот я думаю когда же наконец хорошей и здоровой части общества память придет в голову плодотворная идея проверить своих вожаков на связь с силами мрака на незамутненность так сказать патриотизма мне кажется что мог бы оказаться очень полезный тест я хотел бы Бориса Ильича попросить вернее он попросил слово я хотел бы все-таки сказать когда у меня появилось чувство интернационализма вот когда смотришь на человека труда все люди труда почему-то разных национальностей и разных иерархий похожи один на другого вот я смотрел на вот эту женщину казашку ну ну что она похожа на мою мать украинку с полтавщины уже галушник я полтавский уже ортодоксальный так сказать украинец вот она своей красотой тот не наигранной не на не отрепетированной добротой она сказала неплохие люди украинцы вот она так не говорила красивая я попросил остановить кадр для того чтобы обратить ваше внимание на одну маленькую но мне кажется удивительную деталь эта замечательная женщина казашка сказала украинское слово напувалы по-моему это замечательно я скажу что прекрасная эта казахская женщина я думаю что интернационализм в народном понимании начинался от принципа артели я не верю ни в одного русского который бы набирал в артель на работу хоть и плохих но русских и не верю ни в одного украинца который бы набрал на работу пусть он даже и плохой только украинцы подбираются всегда люди по тому что они умеют делать если это прекрасный строитель грузин прекрасный строитель русский значит прекрасный инженер еврей и так далее набираются в компании люди которые могут делать делу поэтому вот этот артельный принцип я думаю по-моему исповедовал Владимир Ильич Ленин наиболее объемно он умел объединять вот людей разных характеров часто почему-то против наших для меня были все белорусы украинцы русские и мы им почему-то всегда больше давали хлеба потому что это очень интересные люди это естественное движение у человека труда интернационализм сидит собственно вот тут можно сказать в генетическом коде я как раз хотел сказать что если бы мы интернационализм воспитали так как генетическое наследство вот это то что должно быть заложено в нашем советском социалистическом обществе я думаю что разговор сегодня очень полезный мы конечно далеко не все затронули мы все время когда говорим о дружбе об интернационализме приводим примеры только войны гражданской войны отечественной войны и так далее вот сейчас вы все прекрасно знаете что в Грузии большая беда была стихийные бедства 19-летний мальчик азербайджанец погиб солдат который проходил службу советской армии проходил на территории Грузии спасая грузин спас 7-8 человек я точно сейчас не помню целую семью вывез и сам погиб так что интернационализм это понятие не только военного времени и дружба и взаимовыручка а это понятие которое ежедневно существует в нашей жизни без которого не может быть нашей жизни вообще это мое глубокое уважение маяковская была строчка я не знаю может там можно по-разному трактовать ее чтобы без россии без латвии жить в единым человечием общежитии вот как вы прокомментируете мы может быть теряем потихонечку вот слово мы мы говорим мы советский народ мы значит единая страна вот слово мы оно потеряло да или теряет скажем так свой смысл мы все время говорим значит Таджикистан мы все время говорим Узбекистан мы говорим Грузию Азербайджан Литва Латвия вот может быть эту строчку и надо так прокомментировать чтобы попытаться словом мы попытаться словом мы дать свое первоначальное значение плохо что нет вот у нас мы не чувствуем сотрудничество например с республиками с теми же нациями которые трудятся то есть на уровне союза республик там в министерствах конечно они как-то с ними общаются в общем в работе вот у нас же этой работы не чувствуется что мы знаем например что там наши друзья в Грузии что работают делают например для нас и как-то мы можем помочь или они нам могут помочь или узнать как например все-таки достигают этих результатов какие у них там есть плюсы и минусы у нас же есть многому чему поучиться например у той же Прибалтики или у тех же каких-то опыт там садоводством и виноградовством может у южных республик в Молдавии но у нас этого нет того что мы именно в работе а если когда будет работа общая например работа тогда у нас будет интерес конечно и больше узнать о людях непосредственно мы не слишком глубоко знаем историю тех республик союзных которые существуют на нашей стране мы не знаем каких-то традиций их а из традиций возникает и манера поведения и манера общения и какие-то исторические предпосылки того или иного поступка того или иного действия вот если бы можно было глубже узнать о том или ином народе не в плане таких общих представлений а действительно что-то из истории конкретно какие-то материалы события может быть тогда отживающие явления и ушли бы с пониманием того или иного то что мы знаем о жизни народов наших республик как союзных мы знаем только с одной стороны нам рассказывают о том как они прекрасно строят города как они хорошо там убирают хлопок да убирают хлопок и все прочее а как они отдыхают как они живут чем они занимаются в свободное время какие у них обычаи какие вообще что они думают о нас что они думают о себе что они думают вообще о том чем они живут и что они делают мы про это не знаем у вас у многих есть дети? у многих у многих да? а вот ваш ребенок знает какую он национальность? или он не задумывался? ну еще маленький пока оставили вам там говорить я не буду ему говорить что ты русский и чем-то ты примечательный хотя гордиться своей культурой с другой стороны гордиться культурой он будет тогда когда он немножко подрастет и уже будет что-то в этом соображать а если вот думаю не стоит им поставить целью что ты русский а вот этот в Украине значит ты с ними не дружи или там заберё у него игрушки с песочницы да я думаю в других семьях так же внимание не акцентируется на этом вопросе так что вот дети есть дети что говорить когда мой ребенок вырастет я сделаю все чтобы он был знаком с творчеством Айтмата чтобы он обязательно прочитал Буранный полустан я сделаю все чтобы он прочитал Косыма Кулии и многих других писателей чья жизненная позиция и мировоззрение ушло скажем так далеко вперед чья философия жизненная она определила может быть даже ну я не знаю большие какие-то процессы которые в обществе происходили и происходили один из выводов которые можно сделать из этого нашего сегодняшнего разговора мы плохо знаем свою историю мы недостаточно глубоко знаем друг друга чем и как живут народы населяющие нашу страну историю наших взаимоотношений не знаем о вкладе друг друга в наше социалистическое хозяйство в нашу культуру в наше социалистическое общество отсюда предрассудки и возможность внушать мысль о заговоре а необходимо создать такую общественную атмосферу в стране чтобы невозможно недопустимо было бы унижение одной национальности представителям другой скверным анекдотом грязным слухом высокомерным поучением необоснованным подозрением в непатриотизме мы построили уникальное многонациональное социалистическое общество и это наше общее великое завоевание оно выдержало испытания войной годами трагедий но оно требует ежедневного ежечасного умного чистого и честного ремонта укрепления строительства потому что инфекция национализма шовинизма сионизма антисемитизма воспитывалась в людях веками воспитывалась в том числе и различными религиями церквами костелами синагогами мечетями буддийскими храмами и она этой инфекцией живуча ни один наш народ не обладает монополией на патриотизм на любовь к нашей социалистической родине мы живем огромной семьей и давайте будем тактичны друг к другу давайте верить друг к другу давайте будем терпимы они терпимы лишь к тем кто сознательно пытается нарушить наше великое братство дружба требует неустанной работы души поисков новых решений если мы добились успеха воспитания интернационализма это вовсе не значит что работу эту можно свертывать она не имеет конца она навсегда и об этом надо помнить вовсе не значит Продолжение следует... Продолжение следует...